В течение девяти дней сочинцы и гости курорта увидят разножанровые спектакли репертуарных театров из Омска, Владимира, Красноярска, Белгорода, Нижнего Новгорода. Фестиваль, который зарождался в преддверии Олимпиады и проходит под патронатом главы Сочи, уже назвали очередной визитной карточкой курорта. И мы сейчас считаем наш театральный Олимп одним из самых весомых и самых значимых олимпийских, постолимпийских наследий. Потому что то, что этот фестиваль живет в Сочи, развивается и каждый год, с каждым годом он становится все интереснее и интереснее, это однозначно. Приехали на пятый театральный Олимп и обладатели прошлогоднего гран-при, это Владимирский академический театр драмы. Снова на сцену зимнего выйдет и коллектив Долгопрудненского муниципального театра «Серебряный призер» федерального фестиваля 2014. Для театральных коллективов отмечает продюсер мероприятия и известный театральный критик Ольга Сенаторова. Это настоящий экзамен и достаточно серьезный. Поэтому прежде чем заявить об участии в олимпийском марафоне, театры взвешивают свои силы и возможности. Этот фестиваль уникален, что он не имеет аналогов на российском театральном пространстве. Почему? Потому что это фестиваль не только художественных достижений театров, где оценку получают спектакли, сценические работы театров. Это фестиваль театров как социально-культурных институтов. То есть вся деятельность театра становится конкурсной. В этом году на фестивале работают два жюри по творческим вопросам и театральному менеджменту. Также на этот раз расширена социальная программа театрального олимпа, который, кстати, посвятили 70-летию победы в Великой Отечественной. Дополнительные билеты организаторы приготовили для сочинских ветеранских организаций. Пригласительные получат и дети из малообеспеченных семей. Главное театральное событие сезона направлено на демонстрацию достижений российского репертуарного театра. А Сочи, в свою очередь, заинтересован в долгосрочных гастролях лучших театральных труб страны.